приветствую всех сегодня у нас на обзоре знаки знаки воинские из тяжелого металла с эмалями ну давайте как говорится посмотрим это из из бывшей югославии старое и немножко новых воинских знаков ну давайте вот начнем вот просто самое интересное то вот эти вот и то что интересное у нас сам выдавать интересного для самого дорогого это вот этот вот знак знак серебряный вот этот стоит он 150 евро знак летчика вот вот так вот он выглядит смотрите добротный знак на винте из серебра с горячей эмалью сразу рассмотрим другие тоже относящиеся так сказать к летному делу не общевойсковые знаки это вот эти вот знаки парашютистов вот их 33 знака югославанской армии да но они отличаются по типам вот этот желтый металл более старый более дорогой где-то он 30 евро 20 евро ведь этот фигурка тоже эмаль вот и вот это вот с дефектом 15 евро ну вот тоже из старой так скажем обойме вот это очень интересный знак это знак учебного заведения причем для школьников как бы тоже с эмблемой летческой тоже с эмблемой тяжелый знак этот знак знак инструктора на кокарду парашютиста и вот тут вот есть наш инструктор парашютист 50 прыжков наш советский знак тоже добротный хороший знак кстати он стоит 15 евро все этот европейские такие цены ну и можно обратить внимание вот на вот этот знак это знак учебного заведения танки пехота и прочее общевойсковой такой знак тоже довольно таки солидный с эмалью на закрутке вот и тут же такой же еще подобный знак военно-медицинская академия это тоже югославская армия вот он так выглядит вот эти две эмблемы вот эти одна генеральская эмблема кстати стоит это по моему 40 50 евро вот и вот это офицерского состава кокарды на шапке этот знак гражданской авиации адрии тоже видите вот селезона такие крылья очень простые лаконичные тоже на закрутке с эмалью но ничего такого интересного по моему где-то тоже 20 евро и вот этот знак тита 25 евро гвардейский знак выдавался только одному воинскому соединению который там сопровождал его где-то что-то такое вот ну теперь перейдем давайте пониже рассмотрим вот эти вот знаки вот это вот написано царина это таможенная служба можно сказать полицейская служба две звезды добротные звезды с тяжелого металла с горячей малью очень такие солидные кокарды вот общевойсковой знак югославской народной армии вот такая вот вещь вот этот знак тоже очень интересный кстати он стоит где-то евро в 30 это знак охраны военных складов то есть у них была специальная служба которая там охраняя различные вот эти объекты и это товарные склады вот этот вот этот знак общевойсковой потом вот этот этот летческий парашютист и вот это вот вот этот это подводная лодка это уже вот эти три вот эти три знака это уже после распада югославия современной сербии так можно сказать вот но они уже эти такие более упрощенные это по моему словенский знак хотя могу ошибаться а это вот летческие ведь они так довольно таки простые подводная лодка здесь это без всякой раскраски ну вот выглядит вот таким образом вот такой знак гвардии с кирпом югославии эти вот такой вот выдавался и вот этот знак это периоды ополчения второй мировой войны конца вот так что уже но тоже маль простая обыкновенная звезда вот такой вот такие вот знаки и территории бывший так нельзя говорить ну да разных стран после распада югославии хотел бы обратить внимание вот на эту звездочку которую мы не последний она самая такая неприседательная серпом и как говорится и молотом знак партийная принадлежность вот эта звездочка сделана из золота она стоит 50 евро на ней есть проба заколка 588 проба золотая вот даже не подумаешь вот так вот увидишь тем не менее давайте я покажу обратную сторону видите как она выглядит вот это вот это вот 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 этот штырек там допустим в ласкан пиджака втыкался а вот здесь сделана резьба и вот такая вот лямбочка которая накручивается на чтобы не потерять все таки золото есть золото ну и вот обратите внимание практически на всех вот на всех ранних знаках они все на закрутках то есть это ну какие то эти на заколках вот эти вот из последних ну тут вот это я подписался на кульфике вот такой краткий обзор по знакам по воинским знакам для информации можно сказать и чтоб как говорится посмотреть может быть кто то интересуется вот по бывшей Югославии и какие как они эти знаки выглядели ну еще раз повторю что это вот самый дорогой 130-150 евро это серебряный знак летчика золотой вот эта звездочка 50 евро высшего партийного как говорится начальства ну вот вот эти вот добротные генеральские эмблемы ну парашютисты с одноразовым прыжком ну вот вот эти последние конечно вот эти вот такие они вот такие простенькие в общем они уже более такие ну как бы обыкновенные ну собственно на этом я заканчиваю спасибо всем за внимание всем всего хорошего